Здравствуйте, Александр Ленковский с вами. Что происходит? Пытаемся ответить на этот вопрос в этой студии с Андреем Блиновым, экономическим экспертом. Здравствуйте, Андрей. Но мы тут уже немножко покаламбурили, потому что Андрей ведет такую программу, которая называется «Деньги Блиновы». Он сказал, что он пришел один без денег. Но мы тогда будем говорить с вами все-таки про деньги, с вашего позволения. Итак, значит, то, о чем говорилось в конце прошлой недели, в четверг, 5 ноября, в разных средствах массовой информации появилась, не знаю, насколько достоверная информация, что Нацбанк намерен ввести временную администрацию даже Приватбанка, чтобы в сли... Ну, и в тот же день появился комментарий Национального банка по поводу деятельности Приватбанк. Регулятор осуществляет постоянный мониторинг деятельности через кураторов и уделяет особое внимание всем системным банкам. На данный момент Приватбанк выполняет нормативы ликвидности, работает в обычном режиме и бесперебойно обслуживает клиентов, отметил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. Ну, вот, значит, Приватбанк, на самом деле, да, это же крупнейший украинский банк на сегодняшний день. Безусловно, с большим отрывом. И вот каждый третий, я посмотрел статистику, каждый третий украинский вкладчик держит свои деньги именно в Привате. Да, 34% вкладов там. 34%? 34%, чуть больше третий. Когда мы говорим про 34% вкладов, это деньги, это депозиты или это вообще все там, знаете, счета? Нет, это все деньги, включая текущие счета, но вы должны понимать, что деньги населения, как и деньги юридических лиц, очень часто оформляются в том числе как депозиты до востребования, да, то есть, вот, например, деньги на карточки и специальные продукты у многих банков, фактически это такие ежедневные депозиты, по ним ставка несколько ниже, ниже по обычным срочным депозитам, но… Но ими можно пользоваться каждый день, да? Да, их можно снимать, забирать и так далее, то есть, в принципе, банки сегодня все, и Приват в этом плане не просто не исключение, это лидер, он задает тон на рынке, важно сказать, что Приват задает тон еще и по технологическим вопросам, по вопросам, связанным с развитием именно банковских услуг и, в первую очередь, населению. Это интернет-банкинг, да, и так дальше? Это интернет-банкинг, то есть, например, 24-часовой, то есть, круглосуточный сервис, это именно у этого банка считается наиболее продвинутым, остальные банки, скажем, только начинают в это входить, то есть, в общем-то, по… Технологическому развитию, он все-таки современные банковские технологии, да, вот удаленный доступ, наверное, подхватывает лучше всех. Андрей, скажите, пожалуйста, ну вот достаточно, если треть денег вообще всей страны находится в этом банке, это несет какую-то вот так, как бы потенциальную угрозу? Ну, предположим, какой-то, да, человек, который хочет сделать большую каку в нашей стране, да, я сейчас не говорю там даже о конкурентах. Нет, все, вопрос абсолютно очевиден, то есть, существует такое понятие, как монополия, да, конечно, сейчас расскажут нам, что, ну, приватбанк не является монополистом, в принципе, по классическому определению. Почему? Ну, если вы, например, возьмете показатели активов, ну, это ключевой банковский показатель, это, в принципе, размер банка, да, это будет 1,5, 20%. 20% в никаком сегменте рынка это не является монополией или даже какой-то угрозой, там, создающей монополистическую ситуацию. Более того, на рынке, в принципе, за приватбанком следует достаточно большое количество учреждений, вот как у вас есть на инфографике, показаны это и государственные банки, и банки с зарубежным капиталом. Вот Асчетбанк и Укрэксимбанк, это государственные банки, да? Да, за ними идут, например, Райфайзенбанк Оваль, это банк с австрийским капиталом, потом идет Первый Украинский международный банк, это банк с украинским капиталом, Уксоцбанк, это дочка Юникредит итальянской группы, Альфа-банк, российская группа, тут же российские группы Сбербанк, ВТБ и Проминвестбанк, Укрсиббанк, это дочерний банк, BNP Париба, то есть, это все крупные банки, у них у всех, человек, доля на рынке превышает 5%, то есть, в принципе, конкуренцию они составляют, Приватбанк, но речь о том, что мы понимаем, что если в одном банке сконцентрировали 34% именно средств физлиц, то есть, ни по одному показателю, другому, из основных балансовых показателей у Привата нет такой концентрации, вот как по актеру населения. Это именно деньги физических лиц, там не предприятий, да? Нет, средства юридических лиц у Привата всего лишь 12% от всей системы, то есть, сравните, по юрлицам всего 12%, а по населению 3-4%. В чем одна из основных работ механизмов Приватбанка? Он берет деньги у населения и он очень активно кредитует бизнес, в том числе бизнес, как мы подозреваем, свой, то есть, связанный с, ну, вот так называемой группой Приватбанка. Да, ее формально не существует, но мы знаем основных собственников, это и Коломойский, и Боголюбов, и некоторые другие люди, ну, в общем-то, это люди, которые сегодня стоят в ядре партии Укроп, как мы понимаем, и они владеют абсолютно разными бизнесами, и в центральном украинском регионе, и в любых других городах, например, возьмите, там, Буковель, да, это тоже, собственно, их бизнес. Но, в значительной мере, вот деньги, которые люди кладут на депозиты, оно идет на кредитование предприятий Империи Приватбанка. Плохо это хорошо, это не плохо, если за этим есть контроль, если выполняются все нормативы. Вот, насколько я знаю, у Национального банка одна из главных претензий к Приватбанку, это даже не столько вопросы, связанные с капиталом, сколько с тем, насколько велика доля собственных заемщиков, то есть, этой группы в банке. Почему этот показатель, то есть, доля так называемых аффилированных кредитов важна для контроля любого центрального банка? Потому что, понимаете, банк работает с плечом, приблизительно один к десяти, то есть, у него и единица собственных средств, и десять процентов, и десять раз это то, что он привлекает, занимает, то есть, у него масштаб операции в десять раз больше, чем вложили в него акционеры. Так вот, всегда есть соблазн, если ты очень сильно закредитуешь свой собственный бизнес, в какой-то момент решить, проще всего списать долги через свой банк, банк положить и уйти. Ну, слушайте, ну, такой банк, такой банк. Центральный банк, поэтому это должны контролировать, и я так понимаю, что он озабочен этим вопросом очень серьезно. И поэтому этот банк системный, он важен для нашей страны, да? Однозначно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот тогда объясните такой вопрос. Значит, вот норматив достаточности или как адекватности регулятивного капитала, значит, есть такие данные, что приват соблюдает там с большой натяжкой. На начало октября он составлял 9,93%, вместо установленной НБУ минимумов 10%. Что это значит? Что означает этот показатель? Ну, это показатель, это соотношение вот того, это, в общем, вы сами чувствуете, я же вам только что говорил о плечо 1 к 10, это вот есть то самое плечо. То есть капитал, это то, что вложили акционеры, к активам, это то, что, собственно, является размером банка, это, собственно, сумма... И вот государство за этим следит, да? Конечно, Центральный банк за этим следит, именно всегда роль Центрального банка за этим следит, в нашем случае НБУ. Значит, так вот, показатель 9,92%, хотя сам приват банк говорит, что это показатель у них там 10,03%, ну, не суть важна. Ну, то есть 10% это нормально, да? Да, 10% это нормально, это хороший показатель, в принципе, это соответствует Базилю, это так называемым правилам хорошего поведения на банковском мировом рынке. Могу сказать, что у нас есть целый ряд банков, кому Национальный банк уже второй год разрешает не выполнять этот показатель. То есть меньше, да, у них этот процент? Меньше, хотя это было святая святых, в общем-то, банковского бизнеса, считалось, что нарушение этого показателя, это, знаете, ну, грубейшее вот нарушение в футболе, это как, не знаю, как пенальти, наверное, да, вот если сравнивать. То есть самое строгое вот такое нарушение, которое может быть. Почему это произошло? Потому что, ну, власть сама чувствует себя виноватой, трехкратная девальвация обрезала капитал. Тут поймите, что происходит с банковским бизнесом. Национальный банк запрещает банкам страховать свои деньги. Вот что делаете вы, когда, сейчас объясню, что делаете вы, когда у вас есть какие-то сбережения на черный день, ну, или там на поездку к морю, скажем, да, есть там 3000 долларов, да, у вас они запустим в гривне. Видите, курс падает, вы побежали быстренько в ларек или в обменник, в общем, мы или у знакомого купили, да, вы положили эти деньги в долларах, они у вас не обесцениваются, ну, по крайней мере, не девальвируют. А банк не может это сделать, национальный банк запрещает. То есть он не может свою гривну перевести в доллар. Он требует переводить капитал в гривни и держать ее в гривне четко, значит, в балансе. Соответственно, получается проблема, что если курс падает втрое, у тебя капитал падает втрое. Ну, по сути, потому что рынок резко растет, а обязательства же у тебя очень часто в валюте, да. А что у нас, подождите, у нас капитал считается в валюте, да? Нет, капитал считается в гривне. Объясню, он-то идет соотношением к активами, а если у вас половина активов, это валюта. Валютная, ага. То есть если валютные активы с долей 50%, то у вас дорожают втрое, значит, в целом активы у вас дорожают сразу в полтора раза, а капитал остается на месте. Потому что он в гривне. То есть у вас уходит знаменатель, резко возрастает, соответственно, у вас дробь уменьшается, да. И поэтому получается нарушение этих показателей. Но сейчас главная задача Национального банка, это не мытьем, так катанием, заставить собственников докапитализировать банки. И этот процесс длится уже второй год, правда, на 2014 год Национальный банк обнародовал информацию, по 2015 году до сих пор молчит, говорит о том, что точные цифры он пока не является. А вот смотрите, значит, вот в начале октября в интервью в одном глава правления банка этого привата Александр Дубилет сообщил, что по результатам стресс-теста НБУ требует докапитализировать это финансовое учреждение на 8 миллиардов гривен. Ну, правда, он также сразу же подчеркнул, что в его банке не сильно согласны с этой оценкой. И проводят консультации с НБУ по этому поводу. А вот что произойдет, если приватбанк не докапитализирует себя, то есть не внесет свои деньги? Вы же поймите, здесь все зависит, конечно, от решения Центрального банка. Дело в том, что сейчас Национальный банк работает в отношении собственников банков и действующих банков следующим образом. Если он видит нарушение нормативов, но не видит как бы тенденцию к резкому ухудшению, и тем более вывода капитала, скажем, или вообще денег вкладчиков за границу, например, или куда-то на подставные фирмы. А НБУ может это видеть в реальном времени? Каждый вечер Национальный банк, а вот это, кстати, очень важная информация, все наши телезрители должны ее понимать, получает информацию, а именно о балансе каждого коммерческого банка. То есть по состоянию на 8 или 9 вечера, то есть после закрытия Опер дня, он видит полностью всю информацию по системе. То есть, грубо говоря, очень быстро при помощи компьютерной технологии он все это анализирует, везде высвечиваются красные соотношения, он видит проблемы с ликвидностью. То есть Национальный банк по состоянию, скажем, на 8 вечера видит каждый день, абсолютно всю, каждый рабочий день, всю ситуацию в банковской системе, в том числе по разрезе каждого банка. То есть он видит, сколько ушло денег из банка, сколько пришло денег в банк? Ему не нужно, грубо говоря, ждать неделю, чтобы собрать какую-то отчетность. Всю оперативную отчетность он собирает. Хорошо, а на каком этапе Национальный банк решает вмешаться? Вот когда, что для него служит? Вот он увидел какую-то, да, вот там красные цифры эти, вот когда он начинает вмешиваться? Смотрите, например, в отношении одного из одесских банков, Национальный банк принимал решение, вот грубо говоря, утром еще ничто не предвещало грозы, а вечером Национальный банк увидел, что банк, который находился под контролем, то есть он не выполнял некоторые показатели, но у него все было хорошо. И вдруг Национальный банк увидел, что во второй половине дня пошли большие платежи, выводящие деньги из банка и банковской системы. Но это не тысячи, это там сотни миллионов, наверное, да, какие-то большие суммы? Да, 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 я подозреваю, что да, я не работаю в Национальном банке, не могу сказать точный порядок, но судя по заявлениям, которые мы слышали от членов правления Национального банка, да, получается, что это сотни миллионов. Андрей, тогда такое скажите мне, пожалуйста. И вечером было принято решение введения временной администрации и передачу фонд гарантира. Тогда скажите мне, пожалуйста, если это можно сделать в течение дня, как тогда так получается, что у нас такие большие крупные банки каким-то образом, знаете, вот я всегда читаю материалы там, а вот вывели незаконным путем там миллионы, сотни миллионов, а иногда даже и миллиарды денег. Если Национальный банк видит это, что все это вот прямо сейчас, вот в режиме онлайн, что называется, почему тогда не принимает решение, а дает возможность вывести миллиарды? Я понимаю, то есть самый как горячий ответ, который, наверное, вы ожидаете услышать, да, что есть человеческий фактор, и в нацбанке тоже люди. Это понятно, это безусловно присутствует. Есть и второй момент. Понимаете, например, когда, ну вот скажем условно, вы копили-копили деньги, от каждой зарплаты откладывали там 2000 гривен, да, у вас накопилась большая сумма на счету, и вдруг вы видите, бах, она уходит на счет там какого-то девелопера, строительной компании, да, это плохая операция или нет, да, а может быть у вас ничего не было, вы просто купили себе там дом, квартиру, ну или, например, машину купили. Нет, ну я же знаю, купил я или не купил. Нет, вы-то знаете, но нацбанк может сказать, о, что это за операция такая, то есть она нетипичная, человек все время копил-копил, и вдруг бах, всю сумму за один раз отправил на какого-то, может быть, даже сомнительного какого-то, по его мнению. То есть, конечно, понятие сомнительной операции, это всегда очень дискуссионный вопрос, да, то есть, что имелось в виду под выведением денег, да, то есть, откровенное вот такое хищение, вот просто, знаете, как, не оприходовал кассу или, например, просто взял, унес сейф с собой, ну, немножко не так это все происходит в банковской системе, как правило, да, это перечисление денег хроническое на счета дружественных структур, да, и, как правило, с перспективой выведения этих средств из-под сферы контроля Национального банка Украины, то есть, за рубеж. За рубеж, да, то есть, даже там не переведение каким-то образом наличное, а, скорее всего, за рубеж, да, просто? Да, это, ну, хотя бы за рубеж, а дальше уже следы, но наличные операции, как правило, используются для того, чтобы следы потерялись, то есть, это как, не знаю, никотин рассыпать там или что-то, чтобы собака плохо реагировала. Ну, какие у вас познания, однако. Хорошо, Андрей Блинов в нашей студии, экономический эксперт, значит, я хочу, чтобы вы прокомментировали такие вот слова вашего коллеги, финансового аналитика Виталия Шапрана, который считает, что вероятность предоставления, мы заговорили про деньги, которые выводятся за рубеж, а теперь немножко про те деньги, которые приходят оттуда, да, из МВФ. Значит, Виталий Шапран считает, что вероятность предоставления фондам финансирования до конца 2015 года денег Украине остается крайне низкой. Кроме проблемы борьбы с коррупцией, остается, как минимум, еще три экономических блока вопросов, которые бы требуют пересмотра со стороны фонда. Налоговая реформа, золотовалютный резерв, восстановление стабильности в банковском секторе. Да, это соответствует действительности. Ну, Виталий, в общем, прав, я с ним достаточно тесно работал и по рейтинговому агентству, так что я уважаю всегда мнение этого аналитика. Я здесь, правда, наверное, не совсем соглашусь по золотовалютным резервам, дело в том, что по золотовалютным резервам, как раз, ситуация нормальная, если бы МВФ предоставлял вот эти транши, то Украина бы выполняла все маяки и все критерии. Но оно все равно считается без транши МВФ, поэтому там нету, ну, это так называемые чистые резервы, там нету проблем. Бюджет – это ключевая проблема. Бюджет все-таки, да? Почему ключевая? МВФ требует от Украины сдержанности в финансах. Дефицит государственного бюджета и вообще системы бюджета не должен превышать на следующий год 3,7% ВВП. Вы имеете в виду дефицит? Дефицит, да, на разрыв. МВФ, соответственно, что говорит украинское правительство? Оно говорит, а у нас оно не будет превышать. А МВФ спрашивает, говорит, а что у вас с доходами? А мы, говорит, пишем налоговый кодекс новый. Они говорят, подождите, так а какой будет эффект от вашего налогового кодекса? И начинается дискуссия, а сколько же будет доходов собрано, то есть поступит в государственный бюджет. И МВФ не очень согласен с этим показателем. На самом деле вот это нужно понимать, чтобы дальше понимать заявление, что МВФ против или за ту или иную версию налоговой реформы. МВФу все равно. МВФ, у него четкая задача, у чиновников МВФ проследить, чтобы был выполнен показатель 3,7% ВВП. Потому что иначе инфляция, курс, ну и в принципе кредитовать, знаете, как кредитовать такого наркозависимого, очень сильно больного. Ну или просто как бы в такую бездонную бочку, да? Ну да, можно считать бездонную, да, топить все сигнации. Да. Скажите мне, пожалуйста, хорошо, а вот если мы говорим сейчас по поводу налоговой реформы, вы можете высказать свое мнение? Я видел вот, ну презентацию во всяком случае, налоговой реформы от госпожи Ереська, да, от Министерства финансов и налоговой реформы от Комитета, да? На ваш взгляд, какой из них более, ну не знаю, я не прогрессивный даже, а просто что позволит нам как-то почувствовать, что вот мы хоть чуть-чуть начнем расти? Знаете, какая штука? У нас в очень многих документах, в том числе в таком программном документе, как коалиционное соглашение, записана идеология снижения в два года проведения реформ первых, 14-15 год, снижения на 10% расходов бюджета в процентах от ВВП. То есть, грубо говоря, уровень перераспределения доходов или валового продукта через бюджет должен сократиться хотя бы на 10%. Вот, 10%, если у нас сегодня считать ВВП порядка 2 триллионов, то это приблизительно 200 миллиардов гривен. Условно говоря, на 200 миллиардов гривен Украина должна сократить свои издержки, вот на себя, любимую, на чиновничий аппарат, возможно, на силовые органы, возможно, на какие-нибудь... А возможно, на образование, на медицину, на строительство дорог, да? Возможно, на образование, на медицину, все что угодно, да. Их нужно изыскивать. Налоговая реформа, которую предлагает комитет, да, она более жесткая в плане падения доходов, но, соответственно, она лучше балансируется и лучше играет вот с этой задачей, она стимулирует порезать расходы на 200 миллиардов. Да, чтобы там не говорили, присылили комитета, что там 130, 160, ну да, мы считали, действительно, получается чуть меньше 200, но это не суть важна. То есть приблизительно теряет Украину 200 миллиардов, да? МВМ, Минфин оставляет все-таки идеологию приблизительно прежнюю. Да, он выравнивает ставки налогов, но, по большому счету, это не выглядит некой революцией в налогах. Это консервация того, да, того, что было? Это такая легкая, знаете, легкий марафет. Но главная проблема заключается вот в чем. Со стороны гражданского общества и со стороны депутатов, я так понимаю, Минфину очень мало доверия. Даже не из-за личного фактора, там есть какие-то конфликты из-за министра финансов, это не столь важно. Дело в другом. Это третья налоговая реформа за два года. То есть вот у нас, даже не два года, у нас там сколько, 18 или 20 месяцев идут реформы после февраля 2014 года. У нас две недели идут реформы после местных выборов. Ну окей, это последняя. Да, это суперновейшая история, но есть еще и новая история. Так вот, за вот эти 18-20 месяцев у нас сейчас проходит третья налоговая реформа. Вообще вдумайтесь, да, то есть это, ну вот нельзя все время менять, ну вот переставлять местами кровати, извините за эту аналогию. Да, но это действительно не очень правильно. Бизнес чувствует себя неудобно, и он понимает, что все время проводятся налоги с разной идеологией. Например, в декабре 2014 года нужно было налоги резко поднять, ввели военный сбор, подняли реформ. Но это вряд ли стоит назвать реформой, да? Дело не в том, реформа не реформа, дело в том, что как бы пресс резко надавили. Бизнес отреагировал, теперь говорят, да, мы немножко переборщили, мы теперь немножко ослабим на одну позицию ремень. Бизнес говорит, ребят, снимите вообще ремень на время, то есть сделайте максимально комфортно, чтобы мы отдавали, не знаю, десятину или пятую часть, но не больше. Потому что мы тоже задушены. Но если пройдет реформа Минфина, на мой взгляд, все-таки у нас будет сохраняться высокий уровень теневой экономики, даже МЭРТ, то есть Министерство экономическое, у нас сегодня показывает, что доля теневой экономики 47%. Ну, вы же понимаете, что это самое оптимистичное, как правило, показать. То есть явно она больше наверняка. Да, и многие говорят о том, то есть доля наличных операций в бизнесе, это вам скажет любой бизнесмен, вот положа руку на сердце, любая представитель ассоциации сегодня резко выросла, народ предпочитает кэш. Потому что, конечно, это оперативно, и сегодня меньше хотят иметь отношения и с налоговыми органами, но и с другой стороны, так чуть спокойнее спишь, потому что власть часто меняется, и кто-то из твоих контрагентов вдруг может оказаться неблагонадежным партнером, и тебя будут просто по встречной проверке организовывать. Даже если у тебя все хорошо, и ты все... Встречные проверки. То есть твой контрагент, если у него проблемы, то они могут перекинуться на тебя, например, по НДС. Андрей, скажите, последний вопрос, завершение нашей беседы. Как вы думаете, какой же все-таки будет принят вариант этой налоговой реформы? Ну, судя по всему, будет компромиссный вариант. То есть в чистом виде ни один вариант не пройдет, потому что за Минфиновский не проголосует зал, а за предложение комитета в чистом виде против Минфины, в принципе, против Международный валютный фонд. Судя по всему, будет компромисс, он будет крайне сложный. Так что я не знаю насчет кредита МВФ, хотя, судя по всему, Виталий Шапран прав, но вот что касается бюджета, ждем традиционно под елочку в районе 29 декабря. 32 декабря. Да. Сначала налоговый кодекс, а потом в течение суток там будет очень быстро выноситься бюджет, и, возможно, вот с теми самыми арифметическими и орфографическими ошибками. Ну, бог с ними, с орфографическими, но вот арифметически иногда, ну, мягко говоря, это страшно. Ну, если будет вместо 10% налога, будет налог в 1%, то, в принципе, по-моему, только предприниматели, все граждане порадуются. Обычно не в ставках налога проблема. Хорошо, спасибо. Андрей Блинов был гостем нашей студии, финансовый аналитик. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Готовимся встретить Новый год с новым налоговым кодексом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова